Девушки отдыхают Я знаю, ты человек Откуда? Будь ты одной из них, то уже застрелила бы меня Вторжение пришельцев уничтожило почти все человечество Глобальное отключение электричества сделало людей беззащитными Гигантские цунами позаботились о жителях прибрежных регионов А всемирная эпидемия модифицированного птичьего гриппа упокоила большую часть оставшихся в живых Теперь инопланетяне охотятся на тех, кто чудом пережил три первой волны атаки Четвертая волна — это тайные агенты, люди с сознанием пришельцев, которых на глаз невозможно отличить от обычных людей Поэтому бывшая старшеклассница Кэсси Салливан в исполнении юной голливудской кинозвезды Хлои Грейс Морец Бредущий по лесам родного штата Огайо с пистолетом и автоматом не может доверять никому, кого встречает по пути Она пробирается к военной базе, куда после гибели ее родителей забрали ее младшего брата Сэма Девушка подозревает, что мальчик попал в руки к замаскированным пришельцам и что его пытаются превратить в живое оружие Хуже всего то, что иные уже были среди нас Они безжалостно уничтожали тех, кто пережил первые волны Иные готовятся к пятой волне Они способны усиляться в людей и контролировать наши действия Пришельцы выглядят так же, как мы Что нам делать? Защищать друг друга Мы никому не можем доверять Как сражаться с иными, если их не отличить от людей? Да, вы не готовы к концу света Я должна вернуть брата Я помогу тебе Ты ничего о нем не знаешь Иные забрали Сэма, и я вытащу его Мы отражаем атаки на последние поселения людей Если не остановить пятую волну, человечество будет уничтожено Иные считают, что наша надежда — это наша слабость Но они ошибаются Кинокомпания Sony Pictures руками своего продакшн-подразделения Columbia Pictures Явила миру первую часть экранизации очередной подростковой sci-fi-книжной франшизы «Пятая волна» Намерения у мейджера серьезные — заполучить собственную прибыльную киноэпопею для тинейджеров А-ля «Сумерки» или «Голодные игры» Поэтому в качестве литературной основы почему-то был выбран самый трудно экранизируемый подростковый научно-фантастический роман — книга Рика Янси «Пятая волна» Все мои книги никогда не начинаются с какой-то конкретной концепции Мол, вот и сейчас сяду и напишу трехтомник про вторжение инопланетян на Землю Я так никогда не делаю Я всегда рисую в своей голове какой-то образ персонажа или сразу нескольких героев в определенной ситуации Зачастую эти ситуации, то есть условия, в которых находятся герои, чрезвычайно опасны или даже необъяснимы И вот уже отталкиваясь от нескольких образов, я начинаю раскручивать саму историю дальше, подобно глине Я ее мну, раскатываю, сгибаю и пытаюсь придать ей определенную форму С конкретными образами и персонажами легче работать, нежели подгонять под изначальный концепт всю историю Так можно нащупать голоса героев, их бэкграунд, их характеры Все вырисовывается само собой, когда придуман лишь первоначальный образ Конечно, не всегда любой образ можно развить до полноценной книги В случае с трилогией про девочку Кэсси удалось Изначально у меня в голове появилась история про девочку-подростка, которая оказалась запертой в брошенной машине посреди шоссе А за ней наблюдает неизвестный снайпер, который держит ее на прицеле А что привело девушку в такие обстоятельства? Так началась история пятой волны Книга Рика Янси была опубликована в 2013 году и с восторгом принята читателями и критиками Удерживаясь в списке бестселлеров New York Times более 20 недель Вторая книга «Бесконечное море» была настолько же успешна Завершающая часть трилогии «Последняя звезда» будет опубликована в следующем году По сюжету наш мир подвергается весьма реалистичной атаке Земля содрогается от землетрясений, электромагнитных импульсов, эпидемий Причины поначалу кажутся естественными Любой из нас без труда представит, что какая-нибудь из этих катастроф может произойти в реальности Авторов сценария фильма «Пятая волна» заинтересовал феномен огрубелости современного общества Ведь нас уже мало чем можно удивить и тем более шокировать Поэтому местом действия этого фантастического боевика должна была стать не какая-то планета в далекой-далекой галактике А наша родная Земля В юности я, как, наверное, любой другой мальчишка, увлекался фильмами и книгами, где главными героями были такие же подростки, как я Эти книги открыли во мне любовь к литературе Есть что-то в том, насколько чутко все воспринимают тинейджеры Все их эмоции на поверхности И Армагеддон воспринимается как настоящий конец света, а не просто громкое словечко Суть нашего фильма заключается в том, что для Кейси действительно наступил конец света Мне кажется, попытка рассказать о повседневных проблемах и эмоциях через призму масштабного инопланетного вторжения Необычный и действенный способ достучаться до современного зрителя Мне было очень важно подчеркнуть, этот фильм отнюдь не о том, как плох наш мир Напротив, я хотел показать, как он хорош и красив, и как мы должны стараться сохранить эту красоту Главная героиня Кейси должна была проявить решимость, выносливость и веру в завтрашний день Наша же задача состояла в том, чтобы сделать атмосферу эмоциональной, колоритной и захватывающей, а вовсе не мрачной и депрессивной В час семь минут ночи мы получили кадры неопознанного объекта, пролетающего мимо Марса Затем он находился на орбите нашей планеты, а теперь завис над землей Мы назвали их иные Что им нужно? Земля, поэтому они здесь, им нужна наша планета Популярность произведения Рика Янси обуславливается отчасти тем, что в них юношеская литература приплетается со взрослой билетристикой, а фантастика с реальностью Писатель утверждает, что в книге «Пятая волна» поднимаются универсальные вопросы Что делает нас людьми? Что у нас останется, когда мы лишимся всего? Что имеем и чем дорожим? Что для нас важнее всего? В 21 веке человечество столкнулось со многими трудностями и эмоциональными ловушками Облегчающий быт, работу и досуг технологии парадоксальным образом отдаляют нас друг от друга По сюжету книги «Пятая волна» люди лишаются всех благ цивилизации Каждый персонаж сам должен решить, как выживать в новом мире Что для нас действительно имеет значение, чем мы готовы пожертвовать, чтобы вернуть то, что утратили Кроме того, «Пятая волна» — захватывающий триллер, история о выживании, история о людях, которые пытаются выжить, несмотря на крайне низкие шансы Это также и романтическая история о любви во всех ее проявлениях Моя героиня не владеет никакой специальной подготовкой Кэсси — обычная старшеклассница, которая ничего не знает о способах выживания в критических ситуациях Тем более в условиях вторжения инопланетян на Землю Она не была скаутом в детстве и не наделена сверхъестественными силами Вообще мы с ней очень похожи Когда накатывает первая волна, ее реакция вполне естественна и понятна Кэсси понимает, что подозрительность является залогом выживания, ведь угрозу может представлять каждый встречный Она хочет верить людям, но каждый раз обжигается, наступая на грабли излишней беспечности и неосмотрительности В конце концов она осознает, что доверие может привести ее к чудовищным последствиям Ей стоит верить только одному человеку — самой себе Именно поэтому я с самого начала захотела сыграть эту роль Я была убеждена, что для меня это не составит труда Режиссером фильма «Пятая волна» выступил малоизвестный широкой аудитории британец Джейк Блейксон Его дебютный фильм, психологическая драма «Исчезновение Эллис Крид» с Джеммой Артертон Был весьма радушно встречен критиками и фестивальной публикой Именно тогда, в 2009 году, Джейк Блейксон впервые привлек к себе внимание Голливуда За свой дебютный криминальный триллер Блейксон был номинирован на премию Сообщества лондонских кинокритиков в категории «Прорыв британского кинематографиста» Американский таблоид «Варайти» в 2010 году включил его имя в список 10 режиссеров, за творчеством которых стоит следить Именно Джейк Блейксон убедил продюсеров «Пятой волны» во главе с Тоби Магуайром, что Хлоя Грейс Морец — идеальная кандидатура на роль Кэсси Нам очень повезло с Хлоей, потому что она настоящий профессионал во всем, за что берется Она феерична в эмоциональных, семейных, юмористических сценах А кроме того, ей отлично удаются и экшн-сцены Не часто можно встретить такой диапазон талантов в юных актерах Хлоя буквально стала своей героиней, потому что ей удалось невероятно вжиться в роль Зачастую она играет обычных девушек, которые оказываются в неожиданных ситуациях, а не наоборот Поэтому может использовать на съемочной площадке накопленный в реальной жизни опыт Зритель это чувствует и с готовностью верит в самые невероятные перипетии сюжета Наблюдать за тем, как наша привычная жизнь постепенно превращается в оруэловский мир намного страшнее, чем увидеть его в первых же кадрах Сначала они лишили нас электроэнергии и погрузили мир во тьму и хаос Потом захватили наши города, разрушив их до основания Затем они отобрали наши жизни с помощью неизлечимого вируса Хуже всего то, что иные уже были среди нас Они безжалостно уничтожали тех, кто пережил первые волны Как и полагается любой подростковой истории, в ней помимо тяжелых внешних условий Есть и романтическая сюжетная линия, которая традиционно выглядит как одна девочка и два мальчика В случае с пятой волной героиня Хлои Грейс Морец Кэсси, якобы потенциальная спасительница всего человечества от космической интервенции Будет метаться между своим одноклассником Беном Перришем и ассимилировавшимся на земле пришельцем Эваном Уокером Их роли продюсеры предложили сыграть восходящим звездам Голливуда Нику Робинсоному, знакомому по блокбастеру «Мир юрского периода» и новичку-британцу Алексу Роу В поисках соответствующих персонажам актеров продюсеры организовали глобальный кастинг Актеры присылали видео со своими пробами со всех уголков Соединенных Штатов, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк Кроме того, записи приходили от претендентов из Лондона и Австралии Бен Перриш — реальный чувак Каждый хочет быть таким, как он — защитник школьной футбольной команды с массой друзей Кажется, что он идеален Я понимал своего героя как самого себя Эван — довольно сложный персонаж, которому предстоит обрести любовь и пережить утрату Этот смышленый парень вырос на ферме и увлекался механикой Но всю свою жизнь чувствовал себя изгоем, хоть и не понимал причины Он разрывался напополам После нападения пришельцев он стремился выжить, но эмоционально был наглухо закрыт для окружающих По всякому случаю, до тех пор, пока не встретил Кэсси Лишь она смогла пробудить в нем лучшие человеческие качества Эван встречает Кэсси на шоссе, когда ее ранят Он спасает ее, возвращается на ферму и выхаживает девушку Роли взрослых персонажей продюсеры предложили сыграть четырем профессиональным актерам Рон Ливингстон и Мэгги Сив исполнили роли Оливера и Лизы Салливан Родители Кэсси и Сэма Оливу Шрайберу и Марии Беллу достались амплуа полковника Воша и сержанта Резник Причем в книге Янсе сержант — это мужской персонаж Голливуд вновь превратил героя в героиню Полковник Вош — довольно интересный субъект Когда он появляется в кадре, всем становится ясно Именно его-то и не хватало В критических ситуациях мы всегда невольно ожидаем, что появятся люди в форме И возьмут контроль над происходящим в свои руки Когда объявляется Вош, герои фильма вздыхаются полегчением Прибыла кавалерия Но Вош не так прост, как кажется И ситуация развивается отнюдь непожелаемому многими сценарию Моему сыну 13 лет Сначала мы с ним прочитали «Голодный Игрэм», потом «Дивергент» и следом уже «Пятую волну» И мы вместе посмотрели все экранизации про этих суперсильных детей-подростков Мне очень-очень понравилась книга «Пятая волна» Совершенно невероятно, но она не производит впечатлений антиутопического произведения Это история об обычной девчонке из обычной семьи, которая в нашем привычном мире попадает в нестандартную ситуацию Юные сильные девушки все чаще становятся главными героинями фильмов А мне эта тенденция очень по душе Реакция кинопрессы на экранизацию небанальной детской фантастики была однозначно негативной От фильма не оставили и мокрого места Пестря рецензиями вроде «Бездарной экранизации первого тома молодежного сай-фай-цикла о нашествии пришельцев» Фильм не проходит даже минимальную проверку на увлекательность И с критиками сложно не согласиться Писатель Рик Янси сочинял очень сложный для экранизации роман И три работавших над фильмом сценариста провалили свою работу Пятая волна Янси написана от первого лица И главная прелесть книги во внутренних монологах Кэсси И второго главного героя, бывшего старшеклассника Бена Перриша Эти монологи раскрывают души героев Показывают их образ мысли, их начитанность, их мрачное чувство юмора И, конечно, их переживание того, что случилось с ними и с их семьями Сюжетная конва книги слабее, чем внутренние монологи героев А те слова, которые персонажи произносят вслух Отражают лишь малую толику того, что творится у них в головах Поэтому, когда сценаристы почти полностью отказались от закадровых голосов И ничем этот отказ не скомпенсировали Они буквально выплеснули с водой ребенка Ведь без постоянно роящихся мыслей в голове Кэсси не интересная героиня, а банальнейшая блондинка с автоматом Кэсси не интересная героиня, а банальнейшая блондинка с автоматом